приветствую дорогие друзья сегодня у нас небольшое видео распаковка которых не было уже давно micro hot air gun soldering iron о чем это говорит правильно ни о чем это не говорит от smdr workstation это уже чем-то договорит хотя изначально вы уже знаете о чем пойдет речь это паяльная станция вот такая вот маленькая паяльная станция вот чтобы понимали коробка размером как ну примерно две ладошки эта коробка только представляете да к сожалению нет у меня сейчас под рукой моей паяльная станция которая я всегда пользуюсь люкей у меня было 802 и вот это вот которую вы видели наверное на протяжении последних лет пяти в моих видосах ну так или иначе периодически она мелькала там ремонтах для распаковка просто на фоне в общем и целом то паяльная станция но в два раза больше этой коробки весит раз в пять больше этой коробки а что же здесь сейчас посмотрим по сути это самое самое наверное дешевая самая простая паяльная станция которая только есть на просторах интернета в частности на том же алиэкспрессе вот такая gcd 88 98 почему gcd почему я ее взял сейчас объясню хотя бы попробую какое-то время назад у меня вышел обзор вот этого паяльника тоже от этой фирмы gcd только здесь 90 и час как 908 с на 80 ватт и так уж он не приглянулся да у него есть определенные нюансы до высоковатой кнопки думал их срезы как многие делают какой-то невнятный особо дисплей но в работе он показал себя более чем достойно поэтому в принципе вопросов не было я уже эксплуатирую больше года и иногда даже эксплуатирую вместо паяльной станции потому что ее нужно сюда тащить подключать она много места на стали занимает столом я сейчас здесь другой рабочий метод переезд состоялся летом о чем я уже говорил короче говоря было принято решение продать тупо или станцию здоровую что я успешно сделал заменить ее вот такой простенькой паельной станции возможно я об этом пожалею возможно возможно не пожалею и эта паяльная станция удовлетворит все мои потребности в данном сегменте так скажем тоже возможно время покажет но сейчас чисто распаковка и обзор и первое впечатление первое впечатление инструкция была помята если кому надо ставим паузу читаем до кого обманываю кому-то мне кажется не надо как бы требование было какое чтобы был паяльник чтобы был фен и чтобы это дело более-менее современное было в отличие от того что у меня было и самое главное чтобы было компактная компактная вот это вот самая главная претензия и насколько компактная она будет эта паяльная станция даже я не знал до того момента пока не пришел на пункт выдачи и офигел просто офигел это просто какой-то рофл смотрите вот она паяльная станция это реально какой-то прикол сейчас мы к ней еще вернемся сейчас я все выложу отсюда это у нас собственно сам фен начнем с паяльника паяльник у нас в принципе судя по всему плюс-минус такой же паяльник как и тот по крайней мере по крайней мере по крайней мере на первое впечатление он точно такой же жало какой-то простенькая в комплекте стандартной формы керамический нагреватель как любой паильной станции любят в том же паяльнике а дальше провод вот этого штуковина здесь точно такая же как на том паяльнике не самая лучшая реализация но в целом по фигу провод круглый это это хорошо как по мне был бы плоский было бы конечно не так удобно он вечно изгинался бы в какую-то конкретную сторону в одну либо в другую здесь же да он тоже какой-то жесткость имеет он кстати как будто бы не особо то и зафиксирован внутри то есть он чуть проворачивается ну хорошо это или плохо посмотрим здесь есть какая-то выпуклость по центру по бокам ничего нет я думаю там какой-то пластиковый вкладыш лежит потому что сама форма паяльника сама ручка плюс-минус такая же как там паяльник резинка только немножко другая неважно коннектор у нас на 3 пина с фиксацией с фиксацией вот такой вот гайкой гайка гайка стальная судя по всему сейчас может магнитом проверю нет гайка гайка алюминиевая но не суть важно гайка в принципе есть она что-то да будет держать это лучше чем на том же люке и там где была беда на самом деле с разъемами подключаешь туда паяльник он вечно отходит вечно в ошибку вываливается я провод срезал запаял это внутрь можно было конечно это все пофиксить разъемами но мне было вообще не когда я просто напрямую запаял и забил на это навсегда здесь уже в принципе этот момент устранен продуман и так далее провод питания внезапно провод визуально вроде выполнен хорошо но не нравится то что здесь нет практически никаких надпись он просто 220 вольт что-то там 10 ампер и на этом все а вот здесь надписи есть да тут есть надписи такой среднебюджетный сойдет как бы не собираемся по нему 5 киловатт кидать самая важная самое главное вообще в этой паяльной станции паяльник то фигня по сути вот самое главное это фен паяльный вот к нему у меня вопросы у нас на самом деле в принципе визуально он не особо чем-то отличается от фена который был в паяльной станции люкей и в одной и во второй то есть по размеру по форм фактору по исполнению в принципе точно такая же история точно также вот здесь на пластиковой резьбе накручен фен на моей паяльной станции уже конечно доживал свои годики так скажем он у меня несколько раз падал смачно так падал вот из-за чего он сам не стартовал мне пришлось выпилить вот здесь от части чтобы когда он сам не стартовал можем оттолкнуть турбинку он сам начинал крутиться да можно было подумать насчет какой-то конье еще чего-то можно было можно было просто купить за полторы тысячи новый фен его туда подключить и не париться можно было ну я этого не стал делать здесь он у меня весь оплавлен был потому что несколько раз его ставишь на подставку он получается не запускается точнее вставишь на подставку рабочем состоянии он охлаждается выключается потом случайно провод зацепил он подставку перестает видеть но вместо того чтобы турбина запуститься она не запускается он начинает греться и греется пока весь не разогреется до красна тем самым управляя весь пластик когда уже дым по всей квартире пойдет и зловония тогда я только его обнаружила так было два раза один раз в офисе один раз квартире а здесь конечно по контактам побольше да что касается здесь три контакта соответственно здесь я так предполагаю один какой-то общий минус один плюс на нагреватель и третий контакт скорее всего просто термопара и все ну то есть по сопротивлению видимо самого нагревателя измеряется температура но наверно так то есть здесь нет если бы здесь более умная система была кто шарит объясните как это должно работать я не силен именно в устройстве паяльников но я понимаю что через три пена реализовать адекватное управление температурой невозможно то есть обратную связь полноценную сделать невозможно здесь скорее всего как в том паяльнике но в целом меня это абсолютно устраивает вообще плевать если он будет работать абсолютно так же как этот паяльник gcd где он там господи куда-то его в сторону откинул вот если он будет работать как этот паяльник в принципе абсолютно кофе да он прям очень похож он прям очень похож точно 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 прям очень похож очень 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 одна и та же история он как будто чуть-чуть толще есть такое ощущение как он чуть-чуть толще визуально вот визуально даже видно что толще пофигу на самом деле фен визуально пока претензий никаких я эту штуку всю запускал проверял прямо на почте дальше идут три насадки насадки к сожалению такие же как или киевские они мне не очень нравятся эти насадки вот у них нет какой-то вменяемой фиксации они просто накручиваются там на фен спустя время они конечно же все гнутся вдоль и поперек честно говоря если работы выполняешь плюс-минус одинаковые всегда поставил одну насадку и все вообще забыл среднюю поставил условно либо даже вот этот большую и все и юзаешь прям так всегда дальше подставка подставка говна кусок хвой где-то вслух сказал из песни слов не вырежешь вы все слышали ставка конечно тем бывает и хуже дня в комплекте с предыдущим каким-то паяльником дешманским 200 рублей подставка была еще хуже как вообще ей пользоваться типа вот так блин надо хотя бы сюда какую-то резинку что ли переделать чтобы она не царапала все на свете и руки пальцем просто не обработанный металл подставка конечно жуткая ну по качеству металла в принципе норм то есть прям не фольга я думаю будет хуже если честно я думал прям фольга фольга будет но нет это не фольга чуть толще фольги это уже хотя бы что-то ну это штуковина стандартно это понятно пойдет пойдет учитывая стоимость ребят стоимость этой штуки вообще копеечная просто там меньше 30 баксов о чем говорить если она стоит 30 баксов сравнение с той люкей который я покупал 802 который мне когда-то обошлась там дай бог память баксов по моему сколько же нами тогда вышло сейчас скажу около 300 долларов она мне тогда вышла это было очень давно правда ну да по моему около 300 долларов 2 паялка мне вышло около 200 долларов это было уже в восемнадцатом году но это все равно было over дофига здесь же 30 долларов и она значительно компактней если эту паяльную станцию одну вторую вообще не было возможности никогда никуда с собой взять эту штуку в принципе в случае какой-то переезда поездки командировки еще чего-то можно взять с собой к тому же в случае использовать стационарно ее можно повесить на стену это прям мне понравилась например эта идея вот такая площадка есть не самая надежная не самая качественная но ее можно прикрутить к стене дальше эта штука вот так ставится и вот так надевается все на на стене висит так вот прикольно прикольно сиренечек коннектор и два дисплея регулировка температура паяльника регулировка температуры фена переключение с температурой фена на обороты моторчика в самом фене подставка которую он видит фен и отключается здесь кстати зацеп вот этот есть это очень хорошо потому что то подставка которая в реке было у меня она не имела зацепа и он лично зараза слетал куда-то здесь же вот ну прям вообще кайф здесь даже вертикально все удерживается без проблем вообще вот это классно это самом деле классно да еще же забыл сказать что касается паяльника вот эти жало абсолютно совместимы с люкеевскими самыми стандартными то есть у них походу один форм-фактор у всех можно покупать жало там и за 100 рублей штука и за 200 рублей целый набор то есть любые абсолютно жало качественные не качественно не все плюс-минус в одном формате изготовлены это никакие не вот эти вот длинные там для паяльных станций т2 там еще какие бывают это вся история намного намного проще это дешман прям версия универсальная современная можете как хотите называть обзывать именовать мне пока что очень очень нравится после того то вы той паяльной станции понятное дело что это более не серьезная вся история но мне все нравится потому что там на люкей допустим я сам допиливал вот такой разъемчик причем с выключателем брал большой такой разъем обычный под комп который идет на что изначально провод изнутри выходил мне это вообще не устраивало и с той стороны где он выходил мне тоже это не устраивало я там вырезал здоровое отверстие туда вкорячил такую штуковину с разъемом с предохранителем здесь все в принципе есть кнопки там я делал одну большую кнопку на отключение всей паяльной станции тут есть две кнопки на отключение фена и паяльника соответственно вот эта вот штука включает отключает паяльник вот это вот включает отключают фен всего в принципе все вполне логично вот эти штуки мне только не очень нравится но я так думаю их можно да можно нафиг сразу выбросить и забыть их существования также нет прорезиненных ножек плюс это или минус думаете сами решайте сами как по мне минус но решить эту проблему я думаю не проблема он нет винта под низом ну что то есть на как будто бы это не винт как будто бы все на тех 4 держится пишите в комментариях если смысл внутрь заглядывать я понимаю что там электроника будет минималистичная что касается надежности перед тем как заказывать ее я смотрел несколько обзоров вот и смотрел как человек разбирал ее смотрел получается эти ключи мерил их температуру под нагрузкой и сказал что там все с огромным запасом сделано они не греются там не выходят за рамки 30 32 33 градусов вообще в максимальной нагрузки то есть там допустим нагрузка там 4 ампера они рассчитаны там над 40 ампер то есть понятно дело 10 процентов от мощности поэтому там даже радиаторов нет нет в принципе оснований не доверять тому обзорщику но если надо могу и сам сделать вторую часть и собственно разобрать посмотреть проверить такси отлично сейчас я это все дело подключу и посмотрим в работе с подключением паяльника пока и фенопад ошибиться в принципе невозможно вот он подключается держится ну как держится в принципе держится намного лучше держится если зафиксировать все это дело гайкой все то есть вообще кайф намного лучше чем на люкеевских решениях но опять-таки почему я говорю ликей люкей люкей постоянно потому что у меня есть чем сравнить только с люкеем и в принципе изначально лет так 10 назад кроме люкея особо-то ничего не было это сейчас уже наштамповали все кому не лень все фирмы кучу всяких паяльных станций решения так далее которые во многом лучше даже современных люкеев современных моделей хотя даже современные люкея они там были все равно какие-то допотопные блин даже это взять 850 3d который у меня был по 850 3d при вечно название путаю вообще название как придумали чуть букву добавили туда короче мне эта паялка не очень нравилось когда я только купила такого какой какой классный паяльной станция а потом когда попользовался уже думаю да не ничего кровь ничего хорошего ничего классного там нету просто здоровенная тяжеленная неудобная работает точно так же как 802 нафиг менял непонятно здесь то я понимаю нафиг менял в два раза дешевле она мне обошлась чем бы уж на даже которые продал ликей в четыре пять раз легче и в пять раз собственно компактный вот поэтому как то так как то так нет верно так на эту сторону реки на до подставка конечно кусок непонятно чего и непонятно зачем это жесть подставка жесть включаем паяльник паяльник уже начал греться да есть вариант кстати с регулировка температуры то есть можно замерить температуру любым способом доступным вам на самом жале когда он уже нагреется до нужной температуры минималка 180 кстати запоминает или нет до запоминает это хорошо о слушайте жарит уже так то уже ощущается если замерить температуру если она допустим не доходит до нужной температуры да то здесь выставлено 180 на деле у нас там не 180 а примерно там любая другая цифра можно добавить это делается следующим образом зажимаются отдельно клавиш вот так одновременно включается режим этот сейчас еще раз в режим это включается нет это не тот режим вот этот режим и можем добавить добавить либо убавить температуру исходя из тех значений которые там были и выходим из этого режима обратно сейчас даем ее вот двумя руками было бы удобнее конечно точно так же в случае с феном освещение конечно нет очень жесткая такое прям направленная ну ладно текс паяльник канифольку плавит по ощущениям температура выше заявленный плавит так будто бы не 180 чуток побольше так скидывает ли он температуру давайте попробуем охладить его немножко ну да температурку он теряет но на дисплей пока этого не отображаются эта штука моргает ладно 180 температура плавления припоя у нас здесь при поле припой эра температура плавления 180 190 проверяем блин жало еще по ходу такое ну плавится расплавилась очень очень плохо очень туго расплавилась то есть где-то градусов 180 190 у нас здесь имеется по ощущениям как будто вот врет немножко в большую сторону добавляем сейчас температурки добавим до 200 230 230 температура при которой я обычно паяю обычно я не заморачивался никогда вот с температурами не заморачивался с тем что там жало это может как-то там портится либо сам керамический нагреватель может портиться вообще абсолютно наплевательски относился выставляют 300 350 градусов и в путь до на люке и тоже там возможно есть какой-то немножко все зависит тоже от жало кстати да если нагреватель до конца жало не доходит это тоже определенный нюанс вот эту штуку некоторые как-то нам подпиливают чтобы она дальше прижимала ну короче тоже если определенные нюансы на каждой паяльной станции на каждом паяльнике диапазон температур он все равно привирает это норму просто это приловчиться нужно и все да кто-то сейчас скажет и золото в дальнее должно быть температура к там один градус в один градус это вам не инфракрасная паяльной станции нет здесь компьютера который будет прям очень хорошо отслеживать во многих точках температуру и так далее здесь таких нету преимуществ ну 230 уже плавится конечно же поярче получше поярче вот давайте сейчас затестим губку это она конечно тоненькая такая мелкая блин уже посмотрим блин страшно сейчас паяльник у меня улетит просто со стола намочил губку эту чаю тестировать губку за губка можно в принципе попробовать это еще заново включим попробовать выставить максимальную температуру посмотреть что будет максимально кстати 500 градусов на лике было 480 но на самом деле плевать абсолютно плюс-минус одна и та же история дыма становится больше канифоль в которой была в составе припоя явно выгорает также есть небольшое количество дыма здесь обгорает видимо в этот момент вся эта история ух нифига он про ничуть он разогрелся слушайте да тут уже не получится так-то выставили градусов 360 на которого я там привык работать это много выставлял 365 градусов и паял на 365 градусов здесь здесь я предполагаю что будет намного жестче но те же 360 градусов разогрелся он очень быстро кстати еще один плюс отличие от люкея здесь ничего не гудит блин здесь нет долбаного трансформатора который будет постоянно до час я ставлю 365 как я там выставлял периодически ну я как бы по я обычно что-то крупное поэтому обычно это норма надо чтобы полигоны прогревались поэтому когда мелочь как будто по я выставлял меньше температуру конечно но меньше 300 практически никогда не выставлял низ каким жалом но сейчас температура 365 нужно держать честно скидывать температуру пока идут растворяю канифоль тем самым я понижаю температуру на паяльнике все прекращу это делать по идее температура должна была сейчас стабилизироваться и соответствовать тому что сейчас там выставлено ну да вот примерно в таком режиме но все равно здесь ощущается как бы сильнее греет при выставленной такой же температуре чем тот же люкей грел да все с паяльником понятно что касается фена так отлично фен не включился так и должно быть так и положено сейчас я паяльник куда-нибудь подальше отодвину чтобы не мешал паяльник отодвину фил не включился потому что он на подставке подставка подставка не прогревается фен не включается на ней это очень очень хорошо вот там это включился это хорошо это очень хорошо потому что на люкейской он проглючивал там чуть левее чуть правее чуть выше чуть ниже и все и фен запускался сам по себе здесь такого прикола пока что не наблюдается это хорошо так выключим пока что возьмем насадку можно самую большую наверное взять или среднюю я не ремонтирую всякие то мобильные телефоны планшеты мне мелочь какую-то паять никогда не резон поэтому я обычно в ушите надеваются нормально кстати этот способ фиксации мне больше нравится чем на люкеевских сейчас покажу как-то так вышло что одна из насадок у меня осталось от люкеевской паяльной станции я не знаю может предложил человеку их выслать как-нибудь бесплатно либо может авито доставкой там за 49 рублей и никакие платы взимать не будут просто за рубль один ему вышлю их вот чтобы они у него были здесь кстати вот она фиксировалась вот таким образом вот они ушки она ставилась туда вот так вот внутрь и фиксировалась и держалась внутри здесь наоборот она держится снаружи вот такой паз вот так проходит и вот так фиксируется хорошо это или плохо время покажет но опять таки если сравнивать с более дорогими решениями это конечно не не так надежно там такой хомутик есть специальный туда прикручивается этот самый винт кстати тут какие-то шурупы есть правда на кое они сдались непонятно это видимо саму паильную станцию чтобы укрепить к стене там или к чему-то не знаю хомут можно сюда в принципе прикинуть обычно автомобильный которого так накидывается и затягивается любой металлический можно вообще мне кажется да можно по сути сделать вот так зафиксировать взять сверло просверлить эту дырку и любым шурупом просто закручивать и все это будет фиксироваться в нагревательный элемент здесь попасть невозможно нагревательный элемент где-то вот здесь начинается и туда дальше уходит поэтому в принципе пофигу ладно будем тестировать что умеет эта штука тикс снимаем стартану ну работает достаточно тихо о 100 градусов сразу набрал нифига себе да слушайте он нагрелся при моментально буквально секунды 3-4 и все и тут уже сотка это прям ощущается прям жарит здесь я обычно выставлял не более 300 градусов то есть 300 градусов здесь всегда рабочая температура это если что-то выпаивать нужно так сказать и деликатно я обычно ставил значительно меньше температуру не более 230 градусов но для большинства задач выставлял 300 градусов точно также здесь есть режим для регулировки температуры также регулировка оборотов осуществляется электронным образом вот прям вообще минимум офигел я сейчас в экран еще прожгу прикольно по силе так сказать компрессор этого моторчика внутри ну я бы сказал не хватает но в целом в люке и там был даже перебор почему потому что на максимальных оборотах smd хитом конечно сдувались да они аннигилировались их невозможно было потом найти нигде здесь в принципе норм на минималку я не ставил страшно страшно что он просто сгорит даже меньше 5 я позже точно не ставил мне этого это прям страшно может первое время надо будет привыкнуть еще как-то к нему приловчиться греется он очень быстро так и как его отключать если вы выключил он просто отрубается и слушайте вот это интересный нюанс кстати в люке и так не было он не отрубался он не отрубался он доводил температуру до 50 градусов и только потом отрубался здесь же он отрубается сразу надо погуглить насколько это критично для нагревателя если критично с этим надо будет что-то сделать если не критично по фигу абсолютно пишите в комментариях если знаете плохо это или хорошо что на 300 но 300 градусов сразу берет отключаются то есть нет цифрового отключения какого-то а вот режиме я понял как входить режим регулировки температуры здесь клавишу set зажать и тогда он выходит режим регулировки тем самым можно добавлять либо уменьшать температуру так оси минус содержать нет он не врубается дальше температура кстати набирается очень быстро здесь вот цифра комикам кайф намного быстрее чем на люке и также мне нравится то что обороты регулируются все-таки вот таким образом это тоже хорошо потому что на люке этом крутилка было вроде бы с одной стороны это поинтересней да то есть можешь как-то руками взаимодействовать с этой всей истории аудиофилы поймут либо просто люди у которых магнитола там не цифровая обычная в тачке да когда ты крутишь и как бы ну понимаешь да там пол оборота оборот ты как-то механически ощущаешь сколько ты добавляешь убавляешь с одной стороны прикольно с другой стороны не прикольно здесь ты можешь просто выставить нужную силу так сказать нужно количество воздуха которое проходит и все то есть здесь она жестко регламентирована и нет такого когда ты рукой может чуть больше добавить чуть меньше добавить вроде бы убавил а с индекс и все равно там сдвигаются не так как нужно да ну короче тоже приловчиться нужно ну к фену вопросов нет фену вообще тоже сразу отключается на попробовать прогреть его больше сейчас давайте-ка безопасно насколько 250 градусов уставим я думаю таблица на распространенное самый распространенный вариант использование так скажем может попытка не только погреть он должна сразу плавится до сразу расплавляется раз начнет гореть и в дым уходить да вот дымит уже вовсю до 250 точно есть ну или около того то плюс-минус 10 градусов так теперь проверяем вот все я теперь спокоен все это не техника тупая это я немножко не понял как она работает потому что не читал инструкцию наверно сотки на сотки он отключается да но это уже лучше чем ничего потому что с кнопки он тогда с 300 градусов отключился сразу в ноль все я спокоен меня теперь как бы вопросов вопросов нет этой штука я доволен за эти деньги которые он там не досталось это прям огонь если вам интересно реклама это или не реклама нет это не реклама я покупал это дело за свои деньги чек предоставить не могу потому что онлайн заказ был могу предоставить ссылки для заказа если хотите если кому интересно если не хотите можете сами поискать рекомендую ли я к покупке данную паельную станцию в принципе рекомендую да это дешман да она намного проще чем те которые стоят дороже но она и стоит дешевле и она компактна ее можно на стену повесить какие варианты ее применения так сказать можно рассмотреть если вы просто паяете старым советским паяльником и хотели бы что-то получше и по универсальнее при этом них вот не хотите выкладывать 10к за это вот отличный вариант если даже 5к не хотите за это выкладывать вот отличный вариант вполне себе советую если у вас там допустим вы начинающий мастер и вас какая-нибудь старая паялка есть которая уже перешла в негодность либо требует замены там фена замены нагревателя по корпусу проблемы вечно она ломается по плате проблему что-то какие-то проблемы с ней и вы хотели бы что-то как бы вариант если бы ремонтировать то либо покупать что-то новое но не хочется с ним сильно много денег тратить то в принципе я бы советовал пересмотреть такой вариант ну либо если вы мастеру у вас есть уже там одна паяльная станции вы хотели бы просто вторую на замену на подстраховку либо для второго работника в сервисном центре либо еще что-то либо с собой выездной вариант тоже вполне себе присмотрите эту штуковину да что касается родного кабеля его не использовал потому что он короткий достаточно он там что-то полметра у меня ну как бы я за монитор сейчас кинул провод и провод использовал другой но это обычно универсальный провод как для компов для принтеров самый обыкновенный и это мне очень-очень нравится единственное что я наверное сюда г-образный буду использовать провод есть у меня такой провод он г-образным подключается и вот так доходит таким образом будет работать либо не знаю вообще может сделаю дырку если статично повешу в одном месте где-нибудь на стене сделаю сзади отверстие туда заведу кабель припая его прям на контакты и все то с чем я боролся там буду здесь наоборот фиксить удобно лишь то что сбоку не знаю сомнительно я бы все-таки сзади сделал но если на стене будет висеть наверно сбоку будет профит ней либо если справа где-то будет паельная станция стоять сбоку профит не так же я бы что-то делал с подставкой подставка какая-то катастрофа если честно бесячая как минимум хотелось бы подставку которая если на столе использовать которую можно вот сюда приделывать и пусть она где-то здесь и будет вот что-то с этим нужно сделать возможно на 3d принтере что-то распечатать сюда какой-нибудь снизу подставочку которая сбоку имеет крепление его как сбоку прикрутить не знаю короче что-то что-то надо с этим думать на вот этим пользоваться в таком виде как минимум не комфортно противная даже сказал пишите в коментах что вы думаете по этому поводу я бы посоветовал к покупке на самом деле себе купил и вам могу посоветовать какое мое мнение будет там спустя полгода год и тоже другой вопрос может я что-то как-то что-то отлетит в этой паяльной станции в чем-то разочаруюсь почему-то каком-то выводу другому приду не знаю но исходя из моего опыта использования разных паяльников и разных паяльных станций от этой я остался в принципе доволен первое впечатление весьма хорошие все всем спасибо за просмотр до новых встреч